Пусть заходят. Пусть заходят. Пусть заходят. Мне тоже интересно, как они будут смотреть мне в глаза. Не надо, Казым. Считаю, что эта тема закрыта. Ты сейчас погорячишься и наломаешь дров. Об этом узнает господин Халис. Не переживай, тётя. Они мне потом за всё ответят. Так и знай. Они ответят за всё. Увидишь. Пусть заходят. Добро пожаловать. Дочка. Как ты, мама? Как сестра? А вы как думаете, молодожёны? Здравствуйте, госпожа. Идите, извинитесь перед господином Казымом. Вы забрали его дочь, да ещё и обманули его. Твоя сестра в порядке, дочка. Не волнуйся. Она у себя в комнате скоро спустится. Давайте мне одежду и проходите на террасу. Давайте. Спасибо. Спасибо, мама. Проходите, проходите. Отец Казым? Как вы? Моя красавица. Почему ты солгала мне, дочка? Дочь, инсестра. Извини, отец. Отец Казым. По нашей вине произошло нетразумение. Ну, всё. Обошлось. Может, закроем тему? Давайте закроем. Хорошо. Закроем эту тему. Как хочешь. Я недавно заварила чай, зять. Принести? Ну? Жёнушка. Принеси. Попьём чаю с зятем. Я помогу тебе. Ага. Спасибо. Как ваша голова, отец Казым? Всё отлично. Здоров, как бык. Несчастный случай. Да, к сожалению. Мы с Сейран так расстроились. Очень расстроились. Правда? Мама, а что со шкафом? Даже не спрашивай, дочка. Забудь о нём. Сейран! Сейран, я так счастлива! Благодаря тебе я спасена. Ты спасла мне жизнь, сестрёнка. Ты спасла... Сестра, пожалуйста, не говори так. Всё в прошлом. Всё в прошлом, дорогая моя. А отец ничего не сказал? Видимо, так и есть. Ты же знаешь отца. Девочки, будьте спокойны. Господин Халис поговорил с ним. И теперь отец ничего не сможет сделать. Тётя Хатуч уже отказала с ватом. Наконец-то и Суна будет счастлива. Слава Богу, у нас получилось. Слава Аллаху. Сейран, мама сломала шкаф? Мама, это ты сделала? Да. Видишь, Сейран, я сломала замок. А вы что думали? Дочери изменятся, а мать не изменится, да? Хорошо. Хорошо, что я вас родила. Опять как сквозь землю провалились. Только чаем угостили. Нет, мне ничего не нужно. Спасибо. Нет, нет. Это она просто захотела чего-то поесть. Я всё знаю, сынок. Вот и хорошо. Я как раз хотел поговорить с вами наедине, отец Кезым. Можно? Да. Зять, ну, говори. По поводу Суны. Вы в ту ночь нас неправильно поняли. На самом деле мы хотели... Сам сказал, тема закрыта, но ты сам заводишь разговор, Зя. Послушай. Тебе хуже будет. Так и знай. Пошла и расписалась с тобой. Сейран не хотела за тебя замуж. Ты же видел её лицо в тот день. Она же была бледная от горя. Ты хоть посмотрел ей в лицо тогда? А я посмотрел. Ты видел, чтобы она улыбалась в тот день? И не смей сейчас спорить со мной. И вы с гордостью рассказываете о своём поступке? С гордостью? Ха-ха-ха. Нашёл, что сказать. Да. Сыно. Я отец дочери. Отец не жалеет свою дочь, чтобы она ценила своего мужа, чтобы охраняла свой семейный очаг. Вы сейчас, Сейран, развлекаетесь и гуляете. Это всё происходит благодаря мне. Запомни. Да уж. Значит, вы всегда поступали с дочерьми так, как вам было угодно, и продолжите это делать, да? Я не так сказал. Мы отдали Сейран тебе. Сейран твоя. Теперь ты за неё отвечаешь. Но я говорю сейчас про... Сейран, а не про Суну. Суну не трогай. Не вмешивайся в её дела. За Суну отвечаю я и господин. Вы и мой дедушка. Верно. Хорошо. Мы приехали. Увидели, что вы в порядке. С вашего позволения. Нам пора. Пожалуйста, зять. Идите. Приходите ещё. Мы будем вас ждать. Будем беседовать. Узнавать друг друга получше. Приходите. Удачи. Давай. Береги себя, сынок. Что сказала Сейран? Она сказала, умру, но не выйду замуж. Сейран не хотела замуж за тебя. Видимо, мой отец разозлил тебя. Что он сказал? Фирид, ты в порядке? Да, всё хорошо. Он ничего такого не сказал. Мы просто болтали. Читал мне нотации. Угу. Тётя правильно сказала. Мы легко отделались. Это точно. Сейран, слушай. Твоя сестра так боится отца, и вы столько пережили. Почему она не захотела выйти замуж за того мужчину? Он плохой человек? Страшный или старый? В чём причина? Сестра согласилась выйти за него замуж. Мы не смогли её переубедить. Отец оказывает на неё очень сильное влияние. Значит, она согласилась, чтобы избавиться от отца? Да. Если бы не твой дедушка, она бы вышла за него. Чем быть с тобой? Я лучше уйду в отцовский дом и буду жить в аду. Пойдём. Кстати, о дедушке. Давай уже закончим нашу игру. Развеемся немного. Погуляем. Ферит, я только вспомнила. Я же забыла дома свои кроссовки, представляешь? Ой, да ты что. Хочешь отложить матч? Даже не думай. Зачем мне откладывать матч, который я выиграю? А, а что тогда? Не волнуйся. Эта обувь подойдёт для игры. Я уверен. Нет, нет. Надо играть по правилам. Даже если мне никто ничего не скажет, я так не могу. А если проиграешь матч, у тебя будет отмазка, да? Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!